всех приветствую друзья мои сегодня вместе с вами приготовим краковскую колбаску ну конечно за сегодня это не получится а сегодня мы только подготовим мясо засолим чтобы она просолилась для настоящей краковской колбасы нужна говядина и свинина свинина вот у меня три килограмма это я окорок перекрутил и говядина но говядина должна 1 категории быть но мы сейчас вот из нее возьмем ну пропорциях один к одному должно получиться сейчас мы возьмем этот кусочек снимем пленочки вот эти все место хорошее смотрите какое много пленок такие кусочки первой категории и так говядина у нас нарезано на такие кусочки прямо что фарш делать еще напомню забыл сказать что все мясное изделие сейчас работать нужно чтобы температура мяса фарша не было более 8 градусов фарш готов говяжий свиной теперь взвесим что пропорции были 50 на 50 получается три с половиной килограмма у нас говядины и теперь три с половиной килограмма должна быть свинины и свинины также три с половиной килограмма фарша 7 килограмм теперь нужен шпик вот такие пластинки у меня уже они заморожены чтобы удобно на квадратике резать на килограмм 200 грамм начать его 400 вот этого шпика нужно и так его 400 нарезаем нарезанные также отправляем сюда наш фарш просто рассыпьте чтобы полегче было мешать шпик нарезали осталось добавить специи специи я буду использовать соль и специально вот для краковской колбасы ну тут ничего такого нету перец темный душистый конце ролика будет таблица что чего на килограмм все прочитаете а сейчас просто будем добавлять восемь с половиной у нас вот этой заготовки разного фарша и сала вот этой специи у нас должно быть если что купите найдите там написано 5 грамм на килограмм значит нам 58 40 43 грамма и высыпаем сюда так по всему также нужна соль 10 грамм на 1 килограмм обычная соль восемь с половиной 85 грамм также по всему посыпем и также нитритная соль она и солит такой же пропорции плюс она еще дезинфекцию проводит также все посыпаем еще раз напомню вот это все фарш мясо не должно быть плюс 8 градусов выше если у вас выше лучше охладить на производстве прямо лед добавляют у нас еще все нормально еще ледяной мы все это делать перемешаем я же 7 но теперь все соединим еще ледяной лед перемешивать надо очень хорошо все прямо размешалось к рукам липнуть стал отлично очень холодные руки мерзну то холода боится девайте строительные перчатки на них резиновые перемешали первая часть закончена самое не наверное неинтересно и дальше будет все интереснее и интереснее в холодильник на 12 часов пусть просурится прошло у нас не 12 от нас половины часов как наш фарш лежал холодильнике уже со специями оборудование уже настроен у меня будем делать колбасу вот такой фарш у нас немножко потемнел но и так должно быть ничего страшного даже это очень хорошо набивать будем чрева у нас натуральные говяжьи будем доставать немножко под запутались когда промывал чрева я дели и загружаем фарш фарш у нас уже такой жесткий стал сюда потихоньку пошли придерживаем смотрим какая будет по размеру я думаю такая недостаточно вот набили вот такая красота мне кажется набить это самое тяжелое теперь все легкое теперь берем нашу колбаску и вот именно вот так я вешаю холодильник на два часа вот она холодильнички у меня висит и и на два часа забываем про нее ну вот наша колбаса два часа в холодильнике провисела усадочку сделала потом два часа отвисела она у нас при комнатной температуре на кухне это называется тепленье теперь будем делать у нас три этапы обсушка жарко варка обсушку делаем при 60 градусах температура в камере и чтоб середине батона было где-то 30 градусов все у нас готово закрываем сейчас никакой дым пускать не будем просто температуру выставляем 60 градусов и ждем как до 30 градусов нагреется у нас колбаса конвекцию включаем датчики включаем сейчас 19 градусов камере выставляем 60 ну 60 выставили все запустили сигналом сюда придет как 30 градусов будет пойдем в танчики поиграем ну вот первый этап обсушка у нас прошла 30 градусов внутри колбасы еще забыл напомнить это все можно сделать дома в духовке а что получилось прямо вот один в один место шпика что вот я нарезал простой белый добавьте копченый потому что здесь будем сейчас коптить и жарить а там вы только будете жарить добавьте шпика не хуже будет теперь приступаем к обжарке обжарку мы ставим 85 90 градусов и ждем когда внутри колбасы у нас будет где-то 55 до 60 градусов температура поднимется будет производиться сразу и жарка и копчение в дымогенератор засыпаем щепок восстанавливаем температуру 88 градусов запускаем дымогенератор смотрим что в камере отлично будем выпускать лишнее и ждем как колбаса у нас внутри нагреется 55 ну до 60 ну вот второй этап тоже заканчивается набрало у нас уже 57 градусов а нам надо 55 ну край 60 57 это нормально приступаем теперь к варке варку мы будем делать 80 градусов ну максимум 85 но сейчас нальем поддон прямо горячего крутого кипятка и без дыма берем поддон вставим и выливаем прямо крутой кипяток все дело закрываем выставляем на 83 градуса и теперь как колбасе наберется внутри колбасы 70 градусов и она тогда будет готова ну вот процесс варки закончился колбаска набрала внутри 70 градусов останавливаем все выключаем такая красота прямо сюда холодную водичку и вот она у нас охлаждается уже 44 ну вот колбаса достигла 20 градусов сейчас на 12 часов как минимум а то и сутки и двое а после двух суток еще вкуснее будет давайте через 12 часов встретимся и продегустируем и вот счастливый день настал не только день дегустации а сегодня пасха так что вас поздравляю с праздником здоровья всех благ всего всего наилучшего а мы продегустируем нашу колбаску колбаска вот такая вот у нас красивенькая вот жесткая плотная разрежем о смотри как жестко режется разрезик плотность такая даже очень хорошая по плотности и по виду красота сейчас попробуем на вкус очень вкусно вкусно не ожидал я от себя такой пройти за вчерашний день сразу и рыбу коптил еще и колбасу ну колбаса прямо очень душевная все показал все рассказал осталось только попрощаться и еще напомню не забудьте подписаться на канал оценить видео и так же есть канал ни книг готовит на яндекс дзене ссылочка будет внизу в описании так же прошу приходите ко мне в гости на яндекс дзен буду рад видеть а пока все до новых встреч с уважением ни книг готовит пока